Друзья, здравствуйте! Я снова приветствую вас на своем канале. Рад общаться с подписчиками, с друзьями слушателями своего канала и хотел бы доложить вам о продвижении нашего проекта. Я уже не один, я нашел единомышленников. Нас мало, как говорится, трое, но тем не менее люди хорошие, серьезные, отзывчивые. И я хотел бы вам рассказать о наших планах по работе установки Пихта. Назовем ее Пихта-3. То есть в данный момент я буду говорить о Пихте-3. Пихта-1 это был мой ролик, маленькое изделие в маленьком чемоданчике. Второе изделие это вот Пихта-2 в большом чемоданчике. Чемоданчик я не стал приносить, но в нем ничего интересного нет. Это бутафория. А главное, что внутри. Так вот, это изделие я вам показывал 24 ноября. После 24 ноября я каждый день его активировал. активировал добавлением на аноды соли, солевого раствора. 5% или 10% не суть важно. Добавлял я еще немножко соды, хотя соду можно не добавлять. Это касается анодов на магнии. Но мы будем переходить на алюминий. В Пихте-3 в установке это будет алюминий. Самый дешевый. Ну не самый дешевый, а дешевый материал. Магний дорогой. Так вот, я активировал и у меня на второй день после ролика, 24 ролик был, 25 я решил проверить, у меня еще выше показания стали. Почему? Потому что идет больше интенсивная реакция. И я еще заметил, что нужно провода плюса и минуса, вот тут минус, минус, вот это вот плюс, вот это вот минус, вот это плюс. Их надо замыкать на минут 5-10. Если мы замыкаем на 5-10 минут, то получается, то получается у нас больше на выходе энергии. За счет чего? За счет того, что окислительно-восстановительный процесс идет более интенсивно. То есть реакция идет минут 5-10. В ролике я это не сделал, я еще как бы не додумался, что нужно замыкать, чтобы активизировать этот процесс. А когда уже потом смотрю, у меня в разы выше ток стал. Напряжение то же самое, а вот ток у меня стал в разы выше. Выше за счет интенсивности этой реакции. И вот прошло уже, считайте, 3 недели, дней 20, с моего показа, да, 20 ровно дней. И я решил активировать эту установку, залил туда раствора, и она работает. Вот, пожалуйста, 16,1 вольта. Почему-то у меня тут лопнул корпус, что ли их распирать начало, эти пластины, я не мог понять. В районе вот этого прибора трещину дало. А каток-то вроде и не расширился. Может, уронял я как-то, но она у меня стояла, я ее не ронял. Ну, не суть важна. Корпус сохранился, я ее включил, все работает. И энергия идет. Но энергия не той мощности. Напряжение-то хорошее, а току-то мало. Там уже магнит превратился за эти 20 дней практически в труху. А тем не менее, все работает. Поэтому я большую нагрузку вам не буду включать, а включу вот поменьше. Вот, смотрите, ну вот такие фонарики светодиодные. Один включу, вот, я его не выключаю, вот он работает. И второй включу. И смотрите за показанием. Значит, падение напряжения большое. Видите, 8, 80. И ток, конечно, там минимальный. Ток минимальный. Почему? Потому что... Ну, я включу, пусть работает. Ну, давайте вот это вот одно. Ток минимальный. Потому что площадь контактов, анода и катода, уже не первозданная. Сейчас стоит заменить мне вот эти вот анодики. Пластинку 10 на 10 сантиметров. Ну, 10 на 12. И все восстановится. И опять он будет работать. Поэтому... Поэтому все работает. И... Работоспособность, я хочу сказать, этого изделия сохраняется на каком-то низком уровне. До замены анодов. Также и в большой установке, которую мы будем вам скоро демонстрировать. Там тоже самое. Пройдет там, ну, может, 10-15 часов. В зависимости от интенсивности нагрузки. И надо будет это менять. Но если мы топливо сделаем дешевое, алюминий. Алюминий активированный. Я вам хочу вас заметить. Специальными добавочками, недорогими. В расклад. Можете, теоретически, наверное, и дома это изготавливать. Сейчас его стоимость, алюминия, в пределах 300 рублей за килограмм. А магния уже за 10 тысяч перевалило. Мне завалили, он еще подорожал. Поэтому алюминий мы можем плавить даже сами. Добавлять активированные добавочки. И получать, ну, почти что дармовое топливо. Если топливо будет дорогое, то какой смысл в этой установке? Нам надо перебить стоимость бензина, дистоплива, газа. Стоимость тех же солнечных панелей, ветрогенерации, гидростанции. Вот этот переносный источник мы стремимся не для электротранспорта сделать, а для зарядки аккумулятора. Так что вот эта установка, она... Так я немножко в сторону, чтобы не слепило. Пусть она включена, она до конца будет работать. Вы наблюдаете. Вот видите, было 8, 80 миллиампер ток нагрузки. А сейчас уже 140. То есть чем дольше работает, тем больше как бы энергии. Вот запомните, 0,14 и 9,15. 9,69. 0,13. К концу ролика какие показания будут? Ну, это маленький источник, это не о чем. Я вам показывал, и шуруповер, включал лампочки две, включал по 20 ватт, автомобильные. И светильники вот эти включал. Все разно, и все работало. На новых, а новых. Просто я вам скажу, что эта система, она работает долгосрочно. И сколько, чего, я вам скажу, мы вам скажем уже попозже. Теперь, это что касается продолжения той темы, перед разборкой, я решил вам ее еще показать. А сейчас я потом разберу, катоды прочищу, мы их будем использовать. Кстати, они служат около 1800 часов. Ну, по документации завода и разработчика. А аноды, естественно, в зависимости от нагрузки, от состава, от щелочи, от соли, мы можем вместо щелочи перейти на соль со временем. То есть алюминий будет в соли, в соленом растворе, это проще. Так, греется? Нет, практически не греется. Вот, вот эта тема, продолжение того ролика моего, предыдущего. Что все работает, проблем нет, но, естественно, с убылью тока. Почему я вам объяснил. Теперь, что я вам хочу сказать. События так развиваются, ну, я думаю, в нашу пользу, что буквально, наверное, на той неделе, наверное, на той неделе наша группа поедет в Москву. Там человек живет, один из членов нашей группы, единомышленников, живет недалеко от Москвы, он туда приедет. А мы с товарищем из Казани поедем туда. Нам продемонстрируют эту установку, как она работает. Вот я вам показывал больше раз, близко очень, там все параметры. Но я вам скажу так, что она с энергоемкостью 20 кВт в час, энергоемкость. И с уделенной энергией 140 Вт в час на килограмм. Вот такие ее, примерно, параметры. То есть, энергоемкость, я искусывался, энергоемкость у ней будет 16 кВт в час, а мощность 1750 Вт. 1 кВт 750 Вт. Вот эта установка, она стояла в электромобиле. Ну, я близко уже подходить не буду. Кому интересны эти данные в таблице, посмотрите мой предыдущий ролик. Вот эту установку мы проверим, привезем к себе, недалеко от Москвы. Протестируем. Протестируем по всем параметрам. И плотность тока, и энергоемкость, и мощность, и какая нагрузка выйдет. Задачей будем заряжать аккумуляторы 100 А. По паспорту вот эта установочка может заряжать 7 100 А аккумуляторов разом. То есть, 700 Ач. И эти аккумуляторы 700 Ач могут выдавать, подключать к ним нагрузку в районе 8 кВт через инвертор. То есть, получаем 220 Вольт 50 Гц, подключаем нагрузку в районе 8 кВт. Нагрузка будет выдерживать. Время замерим, сколько она будет работать, какой ток, все параметры. Рассчитаем себестоимость изделия. Рассчитаем розничную цену. И там ничего сложного нет. Мы всю технологию практически знаем. И будем их выпускать малыми партиями, насколько хватит у нас средств. Для своих знакомых, близких. Ну, для подписчиков, для слушателей моего канала, кто желает. Только после показа вот этого ролика мы будем формировать какие-то заказы. То есть, мы вам покажем ее в действии, вот эту энергоустановку. Как она заряжает аккумуляторы, за сколько заряжает аккумуляторы на 8 кВт. И только тогда мы можем сделать расчеты и предложить вам какую-то розничную цену. Розничная цена, конечно, будет великовато. Хочу сказать сразу, почему. Потому что, ну, это будет ручной сборки. Сами знаете. Все вручную, не на конвейере. Конвейер мы запустить не можем. Нужны средства. Поэтому мы хотим привлекать заинтересованных лиц, когда покажем эту установку. Кто-то взглянет, посмотрит. А может согласиться наладить производство. Этих изделий нужно. То есть, она будет не только энергию давать в ваших домах в пределах 8 кВт. Но и можно от нее подключаться от 1,7 кВт какую-то нагрузку. Она на 24 Вольта будет рассчитана. А через инвертор, естественно, можно там и 220 Вольт. Она разностороннего действия. Можно ее подключать к электротранспорту. Электротранспорт, те же самокаты, ну, в маленьком габаритах, вот в таких примерно, будет ходить по дальности пробега и по времени работы в 5 раз примерно. Вот на этом проспекте, я вам только что показывал, там как раз и написано, что электромобиль проходит по данным этих ученых, по заключению. Тут целые институты работали в 5 раз. Тут никакой дух-то нет. Вот, это что касается перспектив. Но, как правильно говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах на завтра. То есть человек предполагает, а Бог располагает. Подводных камней и течений много, но мы стремимся, мы, как человек, живет планами, какими-то мыслями своими, моя вот цель, цель обеспечить людей хотя бы вот таким источником энергии. А дальше подойдут другие энергии, более серьезные, я больше чем уверен. И они уже есть, они созданы, просто пока они работают в оборонке. Когда время придет? Очень скоро. Надейтесь. Надейся и жди, как говорится, сейчас жизнь впереди. Но надеяться долго не надо. Лучше вот этого я пока не встречал. Ну, покажите мне изделие, например, на 2 кВт, которое доступно купить каждому, и которое не связано с линиями электропередачи. По себестоимости, например, дешевле, чем бензин. И пока что бензогенераторы, солнечные панели, ветрогенераторы. Но это очень дорого. Срок бензо и бензин, ну, представляете, 50 рублей уже за литр. А бензостанции там 5 кВт, ну, 2 литра используют. Это 100 рублей в час. 100 рублей в час. Я снимаю этот фильм. Сейчас, через 10 минут освобожусь. И поэтому, извините, хозяин, комнаты пришло, что-то надо. Тепла не было тут всю ночь. Замерз. Ну, не суть важно, какие условия. Чем сложнее условия, тем быстрее накапливается сила духа и души. В тепличных условиях я бы это вам не показывал. А в жестких условиях я царапаюсь. И стремлюсь обеспечить вас таким источником. То есть, источников таких нет. Это 100 рублей в час. Если вы посчитаете, в сутки 2400 рублей. А в месяц там 75, 1080, 1000 рублей. При беспрерывной работе. Это же будет в разы дешевле. А солнечные панели и ветрогенерацию вы вообще не окупите за всего. Ну, десятилетия надо окупать. И вы сами знаете. В средней полосе солнечные панели не работают. И, кстати, где мы будем испытывать, назовем ее так, ПИХТУ-3. Вот это вот устройство, которое уже готовое. Там у товарища есть солнечные панели, которые практически под Москвой не работают. У него есть мощные 100-амперные аккумуляторы. Последние модели железо-литиевые аккумуляторы самые классные. Инвертора. Все уже есть. Мы эту штуку подключаем и сравниваем с солнечной панелью. Вот и весь сказ. А солнца-то нет. Сравнивать-то не с чем, если солнца-то нет. А это день и ночь при любой погоде работает. Ну, вот я занимаюсь этим уже больше 10 лет, может. Начинал, вы знаете, с чего там. Электроды разные, опускал в воду. А сейчас пришел уже к пониманию вот этого источника. А главное, если нам все повезет по плану, мы эту установку уже будем тиражировать. Притом тиражировать ее можно в разных размерах, объемах и мощностях. Надо поменьше. Переносным в лес пойти, пожалуйста. Маленькое количество ячеек. Побольше, побольше сделали. У них две установки. На 20 кВт в час энергоемкость и на 40. Ну, мы, конечно, пока возьмем на 20. Там будет видно. Вот. Это что касается темы пихта. Маленькая еще ремарка. Маленькое отступление от темы. Что вот сейчас такое событие, я бы сказал, между мирья, между двумя мирами. То есть наш мир сейчас меняется. И очень здорово. И те невзгоды, которые сейчас на нас навалились. Вы знаете, о чем я говорю. Об этой модной болезни и все прочее. Кто устоит в истине, кто не устоит в истине. Это уже дело ваше. И это отсечение зерен от плевел. Есть такое понятие. Ну, кто устоял в истине, тот, мягко говоря, спасется. Кто не устоял, вы приняли это решение самостоятельно. Это ваш путь. Поэтому много разных событий вокруг нас творится. Нагоняют страху, ужасов на людей. Но мир начинает меняться. И меняться он начинает уже в ближайшее время. Две магические даты, уважаемые подписчики. Запомните мои слова. Это 21 декабря этого года, 2021. Начинаются интересные события в жизни людей. Не только на планете Земля, во всей Солнечной системе, а может и в Галактике. Я не владел этой информацией. Но огромная энергия идет на Землю. Она будет все менять. Вот 21 декабря дата такая начальная, реперная точка, назовем ее. Конечно, там будет разгон. Там плюс-минус три дня, там пять. Но где-то в этих пределах. Кстати, в этой дате, в этот день рождения Иосифа Соленовича Сталина. Мнение к нему двоякое. Но я Сталинис, скажу прямо. Я знаю такое о нем, которое люди-то может и не знают. Где он там посвящение проходил в Сибири. Почему, например, дорогу к Северному Ледовитому океану строил за Полярным кругом, который тут же Хрущев, придя к власти, стали ломать. Притом там рельсы были 1902 года. Состыкованные двухметровые. Именно 1902 года. Это не случайно. И почитайте, кому интересно, дорога на Север Сталинская. Ну, вот недавно перед мне открылась эта тайна. Почему из этих рельс железо было мощное, нержавеющее. Специально его собирали со всей Руси. Почему? Чтобы этот след остался нашим потомкам, нашим предкам. Она до сих пор, эта дорога там существует. Именно показать путь на гиперборею к нашим предкам. Вот задача Сталина была. После войны он лично курировал эту стройку каждый день. И еще много-много чего можно наказать. Конечно, вы не возразитель, убийца, тиран и все прочее. Но не создать было такого мощного государства, если не принимать какие-то веры жесткие. Был бы мягкое тело, ну, где бы мы сейчас были, неизвестно где. И были ли вообще наши государства. А сейчас мы проедаем остатки того еще государства. Вот. И что происходит? Вот 21 декабря. Примерно это будет до 21 февраля. Вот это вот изменение, раскачка. Потом уже пойдет такая волна света. А 21 февраля тоже непростой человек родился. Алексей Николаевич Косыгин. Председатель, премьер-министр правительства Советского Союза. И кто он был? Это тоже покрыто мраком и тайной. И Сталин его очень оберегал, возвеличивал и называл определенным именем. Кому интересно, почитайте. Я вам не навязываю свое мнение. И еще один человек родился. 21 февраля. Известный вам, подписчикам, моего канала. И этим человеком являюсь я. Ваш покорный слуга. Я не великий человек. Но так получилось, что я тоже косвенно привязан. Да не косвенно, а напрямую. Подвязан 21 февраля. Так что, вот такие совпадения. Но это не совпадение. Не знаю. Хотел вам сказать про одну вещь, которая со мной недавно произошла. Но ни тем, ни моего ролика не хочется. В каком-то междумире я оказался. Три дня назад. Но пишите. Может, кому будет интересно. Я вам скажу, что со мной произошло. А сейчас не хочу мозги. Эти тролли-боты наскочат. Да. У тебя маразм уже начался старческий. Ты уже шизофреник. Я знаю этих людей. Поэтому, кому интересно, я вам расскажу, как я оказался между двумя такими-то слоями миров. Может, тот мир уже приходит, а старый еще не ушел. Вот я в него воткнулся. Ну, поспал и все прошло. Ну, было. Было очень интересное событие. Не хочу сейчас говорить. Не тему моего ролика. И я под этим роликом об этих событиях очень хорошо говорит на канале Злой Эколог Светлана Драган. Это Острова известная, знаменитая, прекрасная женщина. Простым, спокойным языком, смеясь. Она рассказывает вот от этих событий, которые будут начинаться с 21-22 декабря этого года. Это примите и это с добром. Пусть всякого страха, испуга. Это освобождение. В новый мир попадут, как говорится, не все. Уберите страхи из своей жизни. Думайте как бы о своей душе, о своем деле. Поддерживайте отношения со своими единомышленниками. Вот в этот период надо чем заниматься. Ничего не боясь. Будете бояться, перехода хорошего не будет. Вот это я вам говорю как бы от себя. Но вот ролик будет размещен под моим видео со Светланой Драган интервью. Больше часа. Все события вот этого периода она очень четко описывает со стороны астрологии. И говорит, что будет, как себя вести, что делать. И интересные события. Таких событий еще не было на планете Земля вообще никогда. То есть это огромный переход, я бы сказал, в другое измерение. И мы, участники этих событий, будем. Вторая тема моего ролика, это персональная диагностика своего организма. То есть не надо вам будет ходить там в очереди, в больнице, записываться, заразу там подцеплять, ходить, платить. Маленький прибор, наушники. Ну вот у меня наушники там лежат. Ну вы знаете, наушники одеваются. В наушники вмонтирована специальная программа, микроплата. И наушники подключаются к вашему компьютеру. И на компьютере полностью ваш организм идет сканированием всего вашего организма. Начиная от головы, сосуды там, ну все органы, ноги, все что угодно. За несколько, там за минут 15-20 вы получаете карту своего организма. Ее расшифровываете. Расшифровка. Чтобы расшифровать эту карту, надо обучиться. У этого автора недели две. Ну в онлайн. Он даст программу, и вы все поймете, что с каждым органом происходит. Более того, он еще не проявляет себя как больной. А там уже все показывает, что нам нужно что-то менять. Вот. Это есть такой сайт Био-Патриот. Мы, Игорь зовут его. Я вам данные все дам. В этом ролике. Под этим роликом смотрите. Мы хотели сделать с ним вчера ролик совместный. Показать эти приборы, как работает. Он как специалист все расскажет. А я что, я не специалист. Я, он биолог. Биолог. И единственное могу сказать, что каждый орган у нас работает на определенной частоте. Частоте там вибрации, волновые характеристики у каждого органа есть. И нормальные эти частоты, они зафиксированы. И с этими частотами свечает тот орган, который находится сейчас у вас. Если там есть нарушения, вот этот прибор регистрирует. Никаких коробочек, ничего не надо. Все в наушниках. Дальше что? Дальше методика по лечению этих органов. Народного плана. То есть без всяких пилюль, таблеток и всего прочего. Потрясающее лечение. Я с ним коротко рассказал. Я вопросы задам. Мы ролик вместе снимем. Вместе с ним. И, конечно, он все расскажет. Как лечить, чего лечить. В зависимости от болезни. Сахарный диабет, раковые там больные. Он меня и пригласил-то сюда для этого. Но я не пошел по этому пути. По многим причинам. Первое из-за нехватки как бы средств. И самостоятельно начал. Благодаря природе восстанавливать свои силы. Что и произошло у меня в этом месте, где разлом земной коры. Река течет. Горы. Прекрасный климат. Вот вчера было 20 градусов тепла здесь. Вот. И мне это помогло. И более того, дело любимое. Благодаря делу я живу. Я полон сил, энергии. Конечно, бывают разные состояния здоровья и души. Но я их стараюсь перебороть в себе. Чтобы донести до вас источник энергии. И вот этот ролик, вот с этим человеком Игорем, я сделаю дополнительно. Это значит диагностика лечения и озонотерапия. Они изобрели свой прибор, который в ванной мы вам все покажем. Как это озон. Он говорит, я ночами не сплю, работаю. А днем вот ко мне вышел навстречу. Я, говорит, усталости вообще не чувствую. Азор в ванну запускаю в виде газа. И человек там лежит и оздоравливается. Сам у себя дома. Никуда ходить не надо. Вот это я вам все покажу в отдельном ролике с этим Игорем. Канал Белый Патриот. Все я выложу. Посмотрите его ролики, предварительно подготовьтесь. А ролик у меня пойдет. Ну, он говорит, там человек придет, комнату снимет, номер. Где ванна есть, чтобы вам все показать живью. Поэтому, вот я что мог вам сказал в этом ролике. Собираемся ехать. Скорее всего, в начале той недели. Привезем установку. А дальше все по плану, что я вам рассказал в этом ролике. И цена будет, и все параметры. Все вы будете знать. Может повезет, найдем кого-то, кто будет выпускать. Их в каком-то масштабе для людей. Поэтому я прошу вашей помощи. Материальной, любой, пассивной, которую вы можете. Мне на командировку. По этой установке, чтобы ее привезти в нужное место. Проверить. Там мне пожить надо, недалеко от Москвы. Да и в Москве там сутки-двое надо побыть. Средств мне не густо. Дай бог. На поезде добраться. Ну, там люди могут помочь местным. Поэтому, кто сколько может, пока помогайте моему каналу. Ну, там есть карточка под роликом Кинькова. Ну, вот такая просьба. Нету средств таких свободных, чтобы я мог там свободно себя чувствовать. Ну, все ограничено. Тем не менее, я полон сил, решимости. Даже если не будет помощи, все равно я поеду. Главное туда доехать, забрать эту установку, ее протестировать. И снять ролик для вас. Как она работает живьем. Поэтому, будьте любезны. Кто может, помогите. Кто не может, ну, пожелайте мне удачи в этом деле. Для создания энергии установки индивидуальной. Для нас, для всех, для людей. Может, она кому-то поможет. Кого-то спасет. Вон, смотрите, друзья мои. Ток вообще не падает. 150 миллиампер под нагрузкой этого светильника. Ну, застыл на 15. Ну, вы видели, все. Поэтому, я с вами расстаюсь. Следующий уже будет, наверное, ролик у меня, не знаю, в этом году, не в этом. По этой установке. Для вас и для производителя, кто заинтересуется. Желаю вам сил в вашей жизни, терпения, спокойствия, здоровья вам, вашим близким. И вы становитесь, хотите или нет, участниками очень интересных событий, которые облегчат жизнь каждого человека, если он стремится к добру и свету. А если он не стремится, привянут к материальным благам, считает копеечки и кого-то обманывает, ну, извините, для него эти времена будут не очень хорошие. Терпение, спокойствие и выкиньте из своей души и своего сознания страх. И творите добрые дела. И все будет у нас хорошо. До новых встреч. Всех вам благ. До свидания.